Ранняя диагностика сохранит здоровье и продлит жизнь маме. Форум по таким названиям прошел в окружной столице по инициативе Всероссийского общества движения «Матери России» Федерального медико-биологического агентства фонда президентских грантов при поддержке Совета Федерации и Министерства здравоохранения. Участие в обсуждении вопросов сохранения женского здоровья приняли руководители региональных отделений движения «Матери России» по северо-западу страны, ведущие врачи – мамологи, онкологи и гинекологи. О том, кто входит в группу риска и лечится ли онкология, расскажем в нашем следующем сюжете. Рак молочной железы занимает первое место среди всех онкологических заболеваний у женщин. По статистике, в год умирает более 22 тысяч представительниц прекрасной половины человечества. Ежедневно 47 российских детей остаются без мам. В нашем регионе привлечь внимание женщин к своему здоровью призван форум, который является частью большого всероссийского проекта «Сохраним жизнь маме». Из моего окружения, еще в юности, ушло из жизни совсем молодых девушек и мам, более 12 человек. И это были совершенно люди одни близкие, другие неблизкие люди, но те, с которыми мы соприкасались. И вот с того момента я стала лично думать и потом со своими коллегами, со своей командой о том, как сделать так, чтобы расшевелить все женское сообщество страны для того, чтобы женщины полюбили себя. Расшевелить женское сообщество и привлечь внимание к профилактике онкозаболеваний – главная цель всероссийского проекта «Сохраним жизнь маме». Его реализация уже позволила тысячам женщин из разных уголков страны своевременно пройти диагностическое обследование у мамолога и тем самым сохранить свою жизнь и здоровье. Как говорят врачи, рак груди поддается лечению, если поймать болезнь на ранней стадии. В онкологии настолько большой прогресс за последние 10 лет достигнут, что сейчас речь об удалении молочной железы практически не идет, если это не запущенная стадия по вине, как правило, самой пациентки из-за позднего обращения. Но надо сказать, что запущенные случаи снизились до 7,8% из всей массы. В рамках работы форума команда врачей Федерального медико-биологического агентства «Россия», которое оказывает помощь в медицинском сопровождении проекта, приехала в Ниницкий округ для обследования женщин. Прием врачей был организован на базе Центральной районной поликлиники и частного медицинского центра «Сыновита». Все желающие могли пройти консультацию по вопросам сохранения женского здоровья совершенно бесплатно. Мы сейчас здесь были, а врачи выходили по очереди, они ходили на прием. Вчера был прием, целый день. Завтра будет прием женщин, целый день. Сколько нужно будет сюда направить бригад, мы столько и направим. Бригад врачей, которые практически не только посмотрят, но и тех, у которых пациенток будут выявлены достаточно серьезные случаи, не первая, даже не вторая степень, кому необходима в федеральных центрах помощь, мы их будем забирать и отправлять лечиться в Москву. Мы так делаем со всеми регионами, и очень многие женщины получили такую квалифицированную помощь. Врачи говорят, риск развития рака молочной железы существует у всех женщин, и с возрастом он только возрастает. Вот почему важно начать заботиться о своем здоровье уже сегодня и регулярно проверяться у специалистов. Выявление рака молочной железы на ранней стадии дает больше возможностей лечения и более высокие шансы на полноценную жизнь. Помните, ваше здоровье только в ваших руках. Ирина Никешина, Вадим Стасюк, Антон Водряков, Телеканал Север.